Еврейская жизнь — это привилегия, это дар, это призвание, это заповедь от Бога для еврейского народа. И насколько долго это должно длиться? Ну, длилось уже две тысячи лет все это, но сколько еще времени остается в будущем? Это навсегда, навечно. Многие евреи, ставшие христианами, не понимают этого. И они думают, что после принятия Ишуа с еврейской жизнью покончено. И еврейский образ жизни — навсегда. И я бы сказал, что для евреев существует одиннадцатая заповедь. Знаете, какая это одиннадцатая заповедь? Кто скажет мне одиннадцатую заповедь для евреев? — Будь евреем! — Ты слышал это, где это ты слышал? — Будь евреем! — это одиннадцатая заповедь. Некоторые евреи не понимают, но что говорят раввинистические раввины. Говорят, что десять заповедей — это сейчас в Исходе. В 20-й главе Исхода. И Деварим, 5-я глава. В принципе, это Завет. И в этом Завете там начинается такими словами. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства». И то, как раввины относятся к заповедям, то, как они исчисляют заповеди. Это первая заповедь. Я думаю, что они неправы. Я думаю, что это контекст к десяти заповедям. И самое первое, что говорит этот контекст, это знать, что кем вы являетесь, как уникальный народ. И я Господь, который вывел вас из Египта. И поэтому, как часть памяти нашего народа, кем мы являемся, нам дана заповедь о Шаббате. И то, что смотрит заповедь о Шаббате в будущем, это помнить, что вы были рабами в Египте. Но теперь вы свободны, и теперь вы можете отдохнуть от работы. И раввины учат, что не все десять заповедей даны каждому. И что говорят раввины о том, что некоторые люди не должны исполнять некоторые заповеди? Какие заповеди некоторые люди не должны исполнять? Это три заповеди. Поскольку семь заповедей — это заповеди Ноевого Завета, а три заповеди относятся только к евреям. Кто-то может сказать, каковы эти три заповеди, данные евреям? Помните, я дам вам намека первым, когда Бог говорит, я Господь Бог, Который вывел вас из Египта. Первая заповедь — заповедь о Шаббате. Первая заповедь — заповедь о Шаббате. Это правильно. Первая заповедь — заповедь о Шаббате. И третий заповедь удивит вас, который говорит о том, не сделай себе кумира. Что язычники не должны поклоняться идолам, чтобы не было никаких других богов перед тобой. Это относится как к евреям, так к язычникам. Но язычникам позволяется изобразительное искусство. А евреям нет. В соответствии с тем, как на это смотрят раввины. Поскольку наше свидетельство должно быть ярко выраженным. И я не говорю о том, как нам следует интерпретировать это. До разделения на восточную и западную церкви произошел большой конфликт по поводу этой заповеди. Знаете ли, как называется этот конфликт? Этот конфликт назывался в восьмом веке. Это конфликт, связанный с противоречием в отношении икон. Это очень удивительная история. Если в наше время вы попадете в православную католическую церковь, где иконы или статуи, и знаете ли, что в восьмом веке церковь почти отвергла все это. И также императоры отвергли это. Которые были в Стамбуле, в Константинополе. Также ведущие, самые главные патриархи, которые отвергли иконы. Прошел большой конфликт. Иногда даже врывались в церкви и уничтожали все иконы. Затем противоположная сторона бы снова восстанавливала все иконы. Можно сказать, гражданская война внутри церкви. И затем на Втором Никейском соборе в 787 году приняли такое решение, поскольку Бог воплотился в Иисусе. Что Бог теперь был в физическом образе. И поэтому все духовные вещи мы можем представлять в физическом искусстве. И что это может стать частью нашего поклонения. И на этом этот конфликт закончился в церкви. До времени реформации. В протестантской среде произошла еще одна гражданская война по поводу икон. Если вы попадете в Амстердам, и вы увидите эту роскошную церковь в готическом стиле, и что витражи, вообще, уже нет витражей в той церкви. Просто обычные стекла там. Все это из-за конфликта 16-го столетия. И поэтому это заповедь, по поводу этой заповеди происходили большие конфликты. Это можно сказать только... Чтобы немножко рассказать историю, чтобы вы немножко расслабились. С пришествием Иешуа, призвание жить еврейской жизнью никогда не было отменено. Не было отменено. И поскольку Новозаветные Писания в основном говорят о том, что Иешуа сделал для нас. И большинство из посланий относятся, адресованные к язычникам. И Новозаветные Писания не очень много говорят о еврейской жизни, либо о призвании жить еврейской жизнью. Вы можете увидеть это в Матфея 5 главе. И также, когда вы читаете послания в Новом Завете, нужно различать, что относится к язычникам и что универсально, что относится к евреям. И также есть несколько стихов, которые очень весомое значение играют для евреев. Я не буду начинать с 11 главы послания к римлянам. Начну с 5 главы послания к Галатам. Обычно считают, что эта книга, это послание направлено против еврейского образа жизни. Но наоборот, все совсем наоборот. Послание к Галатам было написано в контексте языческой общины. И также ситуация такова, что евреи в этой общине говорили язычникам, что те должны обрезываться. Поэтому это одно из самых ранних посланий Шауля. Это очень сильный аргумент, довод. Я бы сказала, это полемика такая возникает здесь. И нужно очень внимательно читать это послание. Если послание к римлянам не написано в жаре, в самом жаре схватки или конфликта. И поэтому можно сказать, что язык, который используется послание к Галатам, очень жаркий. Можно сказать, праведное негодование. И посмотрите на то, что он говорит здесь. Пятая глава, второй стих. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И если вы будете читать этот стих вне контекста, так же, как церковь читала этот стих на протяжении всей истории, и говорили, что евреи больше не должны обрезываться. Но кто здесь вы, к кому обращение идет? Вы — это язычники. Павел обрезал Тимофея, поскольку он был евреем. Но так же Тита он не обрезал. И затем люди упускают следующую часть этого отрывка. Еще свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Это удивительно. Он не говорит вам, как мы слушаемся закон. Как мы исполняем закон. Мы это тоже рассмотрим. Но здесь очень важный вопрос затрагивается. Существует различие между евреем и язычником. И это отличие можно увидеть так же и в Новом Завете. Если вы обрезываетесь евреем, то вы ответственны за всю Тору. Но если вы не еврей, вы не ответственны за всю Тору. И мы поговорим о том, что это значит вообще. Есть один очень удивительный ученый, который из Кембриджа перешел в Сент-Эндрюс университет. Где находится Кембридж? В Англии. А где Сент-Эндрюс? В Шотландии. Святого Андрея. Итак, его зовут Маркус Бакмюл. Маркус Бакмюл. Бакмюл Маркус. Его зовут. Очень известный. И один из моих учеников, Давид Рудольф, только недавно получил свою степень доктора в Кембридже. под руководством этого человека. И Маркус написал очень важную книгу, называется книга «Еврейский закон в языческих церквях». И Давид Рудольф написал свою докторскую диссертацию о различии между евреями и язычниками в Новом Завете. И, конечно, они согласились по этому вопросу, так как в случае несогласия, возможно, бы Давид не получил свою степень доктора. И что они доказывают? То, что существует универсальная часть Торы в учении Ишуа, Павла, Тора, которая применительна ко всем людям. А также есть еврейский раздел Торы и ответственность, за которую лежит на евреях. И очень ясно вы это видите в 5 главе Галатам. Вопросы? А разве изобразительное искусство можно сравнить с сотворением идола? Ведь там написано «не сотвори себе кумира с целью поклонения». А если делать какие-то изобразительные вещи, скульптуры, картины, но не использовать их как культовые, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Еврейский взгляд что для язычников это не является идолопоклонством. Но для нас поскольку это очень компрометирует наше уникальное свидетельство. И исторический взгляд церкви в том, что это не является идолопоклонством. Но в период Реформации это привело к большому конфликту. Поэтому лутераны говорят, что это не является идолопоклонством. Но кальвинисты тенденцию больше к тому, что это идолопоклонство. Поэтому это конфликт, противоречие. Еще какие-то вопросы? Наличие изображения ангелов в храме. What about presence? There were pictures or images of angels in the temple. Один из очень весомых древков Писания на Никейском соборе это также было. Что, возможно, эта вторая заповедь не настолько строгая. Но вы видите, что это, наоборот, еще больше подлило масло в огонь. Что раввины учат. Это единственное исключение. Там это было позволительно, поскольку Бог это сказал. Я не знаю решения. Хотя меня и беспокоит, когда христиане выглядят так, как будто они поклоняются образу. Но в лютеранской, англиканской традиции там нет поклонения образу. Но иногда, как бывает в православии, католицизм, такое бывает иногда. Они отрицают это. Но вообще в общественном разуме я думаю, что так и происходит. Первый Коринфянам, седьмая глава. Это один из основных отрывков докторской работы Давида Рудольфа. И Давид недавно написал статью одну. В моем компьютере есть эта статья. Называется «Правила Павла в церквях». И это очень важно. Заметьте 17 стих. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. А так я повелеваю по всем церквам. И если это универсальное правило от Павла, то должно быть это очень важно. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Не обрезывайся. Обрезание — ничто, и не обрезание — ничто. Что он имеет в виду? Она не спасает вас. И вопрос не в обрезании. Например, само по себе обрезание. Но это заповедь Божьего вам. Конечно, обрезание — это заповедь для евреев. И суть обрезания важна. Не в отношении спасения, но в призвании к еврейскому образу жизни. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. И также он это говорит для того, чтобы немножко, как бы, расширить понимание. Не в отношении обрезания или не обрезания. Поскольку различие между евреями и язычниками очень ясно. Но в других состояниях люди видят, что можно что-то подкорректировать. И поэтому от обрезания он переходит к другим вообще состояниям, положению дел. От большего к меньшему переходит. И поэтому он говорит, если раб, то прими такое состояние. Но не как обрезание. Поскольку если ты можешь быть свободен, то воспользуйся возможностью. Ты можешь изменить это свое состояние. И если человек замужем, женат, то оставайся женатым. Если не женат, то оставайся неженатым. Но они также могут изменить свое состояние. И он также продолжает об этом говорить. Но обрезание или не обрезание, оно как постоянное отличие, которое может быть. И причина этому, которую можно найти в послании к римлянам, что Павел говорит в 11 главе римлянам, также это относится к евреям, относится к мессианским евреям. Давайте посмотрим на то, что говорит Павел. Он говорит, В 21 стихе Это один из самых важных стихов о постоянстве еврейского призвания в Новом Завете. Почему? Поскольку это ясное, четкое провозглашение. Очень короткий стих. И этот стих о еврейском призвании. 29 стих. Римлянам 11, 29. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. Вы это все видите? У Бога есть дары и призвания для еврейского народа, которые навечно. Непреложны, значит, навечно. В 29 стихе Даже в 28 стихе евреи, даже те, которые враги вас, враги ради вас, ради Евангелия, они избраны. Они избраны. Ради отцов, патриархов. И даже те евреи, которые не верят, избраны. То, насколько более те евреи, которые верят в Иешуа? Конечно же, возникает тогда вопрос в отношении язычников. Обычно язычники не призваны жить еврейской жизнью. Они могут создавать свои традиции для проявления веры, что отражает свою жизнь и свою историю. И также язычники были призваны к еврейскому народу. И они могут жить общей жизнью вместе с ними. То есть тот же образ жизни в общине. Язычники, у которых есть призвание к еврейскому народу, могут применять, могут взять тот же образ жизни для себя. Не отвергая в то время, что они являются язычниками. Но просто это как бы способ того, как посвятить свою жизнь евреям. Поэтому в мессианском еврейском движении у нас есть некоторые очень успешные языческие лидеры. Очень успешные. Я думаю, что одни из самых важных, ключевых людей в мессианском движении не евреи. Вы все следите за мной. Но в общем на них нет этой ответственности жить еврейской жизнью. И Шауль говорит здесь в 11 главе, я знаю, что вы очень часто это уже слышали. Бог не отверг свой народ, что еврейский народ все еще на весу у Бога. И доказательство этому есть спасенный остаток из евреев. И даже отломленные ветви сохранены для того, чтобы снова быть привитыми. И что в конце еврейский народ примет Иешуа. И весь Израиль спасется. И это в Римлянам 9 главе. Павел говорит о дарах и призвании к еврейскому народу. Но он не объясняет этого. Я написал одну книгу, которая говорит о уникальности в еврейском призвании. Называется книга «Непреложное призвание». На немецком издана эта книга, на португальском, но на русском есть эта книга. Что я имею в виду? Всякий, кто верит в Израиль, понимает. А, всякий, кто верит в Израиль, понимает. Понимает, что сохраненный еврейский народ — это свидетельство Бога. И они понимают, что в последние дни Израиль станет инструментом в событиях последних дней. И никто, по крайней мере, как я это знаю, никто не писал, не говорит о том, почему важно жить еврейской жизнью. И в чем состоит, заключается призвание еврея. Я читал множество комментариев, и они не слишком могут комментировать девятую главу римлянам, объясняя важность еврейского образа жизни. И понимаете ли, без еврейского образа жизни нет евреев. То есть мы ассимилируемся, мы исчезаем. Поэтому следует объяснить девятую главу римлянам в подробностях. И в иудаизме дают некоторые объяснения. Но если вы более глубоко изучите Писания, вы найдете некоторые объяснения, которых нет в раввинистическом иудаизме. И вот, что Шаул говорит о дарах и призваниях. Их усыновление. И он говорит о евреях, которые приняли Иешуа. Мы, евреи, даже в безбеливии, имеем специально адаптированным как сын и дырами отношением с Богом. И даже тех, которые не верят в Иешуа, мы, как евреи, являемся усыновлями, сыновьями, дочерями Бога. И в 11 главе Осии Бог призывает Израиль. Называет их Израиль, мой сын. В Осии он называет Израиль моя жена. Конечно, проблемы могут возникнуть по такому вопросу. То кто же Израиль вообще? Сын Бога или жена Бога? Проблема в этом? Почему это не проблема? Штуют? Что? Ты говорила, что что? Это нонсенс. Осея был проблемой со своей женой, а у Бога со своей женой. Причина в том, что все это метафоры. Нужно очень глубоко все это раскрыть, показать. Сыновство показывает на отношения Бога с Израилем. А брак, супружество объясняет другие измерения. Но и ни одно из этих описаний не является буквальным. Поскольку отношения Бога к Его народу находятся за пределами всего того, что мы можем описать словами. Вы все понимаете? Кол лахад мейбинин? Хорошо, теперь... Поэтому сыновство — это метафора, которая используется, и продолжается дальше. Их... Can you give me the verse? Yes, verse... We're in the same verse... Romans? Yeah, Romans chapter 9. The same verse we're in verse 4 right now. Четвертый стих. Деревлянант 9, глава 4 стих. Их принадлежат усыновление и слава. Слава Возможно, отошла. Но все равно она наша по призванию и по обетованию. Слова Божия, которая в нашей среде, среде народа, это обетование завета, и которое не было удалено от обетования. Их заветы. Все заветы. Новый завет дан еврейскому народу. И есть в нем применение к язычникам. Но новый завет заключен с евреями. Иеремия 31, Иеремия 36, Никогда там не говорится, что я заключу завет с народами. Нету такого понятия завет с народами. Кроме нового завета. Или, возможно, сказать Адам. Но после этого Времени всегда были еврейские заветы. Поэтому, когда вообще входят на сцену Язычники, как дни? Адам. 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 Как? Адам. 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 они чувствуют, что их не уважают, не любят. То есть, мы что? Рубленная печень. Привычная эта фраза среди ашкеназских евреев в Израиле. И также американских евреев. То есть, это значит, как бы, я ничто, я никто, я рубленная, резаная печень. Поэтому я вас учу чему-то новенькому. Украинцы, русские, кушают печень. Да? Вы кушаете, да? В России я пробовал печень. И сегодня у нас на... Yeah? Lunch? You can buy some? You will have breakfast. You had breakfast. You had it for breakfast. You had it for breakfast today? Вы кушали на завтрак сегодня? You spread it on bread. На хлеб мажете. Anyway, the point is this. No, gentiles are of great worth to God. And they are included in the Jewish covenant. Under the idea, that through Israel the gentiles will be blessed and included. В том плане, что через Израиль язычники неевреи благословлены и также включены в Завет. И Завет не заключается с язычниками. Но в Завете есть обетование, которое применительное к ним. Это понятно? Спасение от евреев. Кто это сказал? Кто это сказал? Пол? Кто? Пол? Нет. Иешуа сказал в Евангелии от Иоанна. В 4 главе. Спасение от иудеев. Поэтому... Поэтому... Давайте посмотрим на это. Там есть... Адоптика из сыновей. Там есть Диванная Глора, Ковенанты. И потом, Расскажение Тории. Это еще важное другое, которое принято к нам. Или принятие Торы. Это все еще важный дар, который принадлежит нам. Это означает, что жизнь по Тории все еще продолжается. Их богослужение. Либо храмовое поклонение. Как это применительно к грядущему веку? Нам следует подождать. И все еще Павел считал поклонение в храме, богослужение очень ценным фактором. И знаете ли, что заветы и обетования в храмовом поклонении все это все это связано с праздниками Израиля. Том цикле жизни, который у нас есть. Модель жизни. Их отцы. И от них Христос по плоти. Сейчас мы сделаем перерыв. Но, когда мы возвращаемся, я объясню, почему еврейская жизнь важна. и чего вы не найдете в любой книге. Возможно, есть какие-то другие книги о значении еврейской жизни.